Тяжело быть сильной женщиной. Мы постоянно испытываем какой-то стресс. Стоки образовались и при том большие. Рубрика преображения. Профессии байера вообще в Казахстане нет. Мода не будет модой, если ее не носят на улице. В Казахстане все больше и больше появляется серых байеров, которые не платят ни налоги, ничего абсолютно. Добрый вечер в эфире Джосухпад. Меня зовут Динара Саджан. И сегодня герой нашей программы руководитель группы компании Вилет Айгуль Амиржанова. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы 20 лет в люксовом сегменте. Вы человек, который привез САКС в Казахстан. Вы вообще могли бы предположить, что когда-нибудь закроются все торговые центры, что вот так вот в субботу магазин будет закрыт, будет ограниченное время для продаж? Ну это из области фантастики. Знаете, когда смотришь такие фильмы фантастические и когда вот зараженный фильм все это, ну думаешь, это фантастика. На самом деле то, что случилось в прошлом году, это я как будто бы и как будто бы мы не на земле находились. Кстати, я вам хочу сказать, что во время пандемии мы людей не сокращали и не сокращали их заработной платы, потому что все время надеялись, что это очень краткосрочное время. Мы, конечно же, тоже быстренько онлайн-магазин открыли. Второе. Мы сделали прямые доставки на дом. С товаром, понятное дело, что стоки образовались и при том большие. Мы не успели продать коллекцию. Это было для нас челлендж, что делать далее, когда что-то у нас остается. Например, как положено согласно нашим принципам нашей торговли САКСа двухлетней, скажем так, давности, мы всегда сдаем именно тем компаниям, которые занимаются аутлетами. Пришли в ваше царство. Да, мне не нравится. Мне не нравится. Дружите с Дочи, со Стефаном? Вот лично я нет, но мы общаемся с СИО, вице-президентами нашего Донара Усмана, вы же знаете коммерческого директора. Вот она со всеми дружит, Андрей Копытин. Вот кто у нас задействован в баинге, они все обычно, всех знают президента, вице-президента в компании. А вам не хочется? Вы же все-таки руководитель, у вас есть доступ, поехать на фэшн-показ, познакомиться, пообщаться. Все-таки легенды моды. Вы знаете, я вот привыкла работать в ювелирном бизнесе, но я там лично сама езжу, сама лично все закупаю. Чтобы ездить еще на фэшн, это значит, ты должен отсутствовать, наверное, 7 месяцев в году, не быть на работе. Это нужно быть в бесконечных поездках. На показы. Да, бесконечные показы. Не то, что показы, а там даже больше какой-то отбор коллекции. Это очень длительное долгое время занимает, а именно там же происходит все это знакомство. А когда ты, если ты прям на показ там на неделю моды едешь, то там ты просто сидишь, посмотришь, очень красивое, конечно, зрелище и уходишь. С тобой в этот момент тоже с тобой никто в принципе не работает, потому что все заняты своей работой в этот момент, все работают. Вот видите, как выставлен товар? Казалось бы, да, как будто бы мало товара. Но вот это задает тон сам бренд. И мы не имеем права по-другому выставлять товар. Как это происходит? То есть это каждое утро отправляются фотографии, видео? Нет, нет, нет. Как выставлять? Они вот раз в месяц нам все высылают, и мы это выставляем. Мы делаем такие месячные отчеты им. Но у нас сама наша компания, значит, визуальный мерчендайзер, они в 6 или в 5 утра выходят на работу. Каждый день? Каждый день. Выставляют весь товар, вплоть до того, что даже плечики поправляют. Что на плечиках, какая одежда висит, это все делают визуальные мерчендайзеры. Сложно работать с крупными брендами? То есть это же четкие правила. Вот если вы нарушаете, скажем, условно правила, то есть там витрина неправильно выставлена. Я вам так скажу, наоборот, легко, потому что они задают тон. Процессы все отработаны, и нам это все равно легче, чем додумываешь сам, что делать. Это легче, тяжело с такими брендами работать. Единственное, конечно, требования у них намного больше, требования к закупу огромные просто, да. И даже во время пандемии они где-то смягчились, но после пандемии они еще жестче стали. Вот благодаря нам и Гульмайдану сегодня со своим соседом познакомилась. А то приезжала сюда постоянно контролировать своих строителей, думаю, кто здесь по соседству со мной живет. Сколько уже год строите? Год, да. А вы Гульмайдан сколько строите? Ну, у меня, я давно уже, наверное. Ну, сколько? У меня Кайрат подстегнул очень сильно, что надо начинать быстрое строительство. Так что я только-только начала это делать. То есть вы посмотрели на соседа? Да. Видите, что здесь, так сказать, работа кипит? Да. И решили тоже, да? Ой, особо грандиозных прям таких планов нет. Я все делаю так, чтобы каждый квадратный метр в доме он работал. С этой стороны у меня начинается холл. Вот здесь вот у меня зал будет, гостиная. Вот здесь вот будет кухня-столовая. Вон там будет гостевая комната. И на втором этаже это моя комната, дочь. А где будет лестница? Айданы и родители. Вот моя лестница. Тяжело быть вот сильной женщиной? Самой дом построить и иметь большой коллектив? Вообще вот такую ответственность на себе нести? Ну, я думаю, вот раньше я бы сказала бы нет. Но я сейчас вот в силу позиции того, что все-таки я уже лет 20 работаю на этой позиции. Практически 20 лет. Конечно, скажу, что каждый день, каждый год удается. Не то чтобы с трудом. Но все время ты думаешь, когда заканчивается год, ты уже начинаешь думать о следующем годе. То есть заканчивается, начинается, заканчивается, начинается. И вот, понимаете, в мою бытность так случилось, что много кризисов произошло. Какие-то пандемии прошлогодние. То есть мы постоянно испытываем какой-то стресс. Ну, я думаю, что не только мы. Понятное дело, что все в Казахстане это испытывают. Ну, вот, тяжело. Я думаю, что всем тяжело. Торговля – это всегда недостачи. Это потерянные товары. Такой, знаете, вроде бы житейский вопрос. Вот у вас бывают недостачи в магазине? Что вы делаете, когда происходит? Ой, недостачи – это, конечно, вот ранние, когда мы в 12-м году, 13-м году, 14-м году. Их было очень много, честное слово. Потому что это такой департаментство открылся. Это был центр притяжения, наверное, всех карманников. Я не знаю, как их назвать. И были всякие ухищения. Например, мы когда отдавали примерочные вещи, они обязательно кто-то на себя что-то одевал и уходил. По недосмотру продавцов, такие вот допускались у нас хищения. Потом даже здесь внутренний состав сотрудников тоже умудрялись что-либо делать. Например, выносить в мусоре, там еще что-то, еще что-то. Безусловно, постоянно какие-то есть. Но с каждым годом их все меньше и меньше, меньше и меньше. Потому что мы уже научились это контролировать. Каждый раз каким-то, скажем так, воровством или недостачи. Мы понимали, где наши процессы отстают, где наше черное пятно или серое пятно, как говорят. И мы это быстро локализуем. И с каждым разом у нас все меньше и меньше недостачи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно попросить вас подобрать мне какой-нибудь стильный лук? Да, я хочу, чтобы я прям выглядела очень стильно. Так, ну, смотрите. Вот у вас достаточно очень, да, вы такая очень стройная девушка. Я думаю, что вам бы хорошо подошел вот этот костюмчик от волны. Смотрите, какая красота. Слушайте, модно. Очень даже. Да, такая симметрия. И главный эффект, она еще. Рубрика преображения. На, вы прекрасно выглядите, между прочим. Вот я так и знала, что к вашим стройным ножкам обязательно должны подойти такие шортики. Как себя чувствуете? Мне очень комфортно. Вы бы купили бы его? Знаете, я бы купила, потому что я же часто хожу на какие-то светские мероприятия. Вот в такой одежде ты точно не останешься незамеченной. Это точно. Но у нас, кстати, вот я заметила, что у нас в столице вот именно такого лука я бы не встретила. Вообще ментальность наша столичная и алматинская, она сильно отличается, да? Раньше отличалась. Прям очень сильно, потому что в Алмате все равно это модницы, а в Астане это все равно немножко люди другого склада. Госслужащие, да? Госслужащие. Но, тем не менее, у них же есть семьи, которые тоже хотят хорошо выглядеть. Тем не менее, многие алматинцы тоже туда переезжают. И сейчас в Нур-Султане то же самое, у модных людей достаточно уже становится много. Но что они покупают принципиально в Алматы, например, чем мы отличаемся? Так это зимние сапоги. Зимние пуховики много-много не покупают. Но покупают, конечно, в отличие, конечно, от Астаны. Там это больше в объемах продается, чем здесь. Но все-таки Алмата – это город модниц. У нас в столице как-то вот у нас даже по себе могу сказать, что мы работаем 24 на 7. И у нас на моду все-таки мы выбираем практичные вещи. То есть если берем костюм, то тот, который будет нам долго служить. То есть мы не за… не хайп такой. Разные байеры на Алмату, на Астану? Да. Мы приняли это решение. Ранее так было. Потом мы как-то взяли, слили команду. Но сейчас приняли решение все опять отделить. Почему? Потому что байеры, которые участвуют на Алматинский сакс, они немножко по-другому мыслят. И поэтому мы его сейчас разделили. Потому что в Астане все равно, вот как я сказала, модниц чуть-чуть меньше, чем в Алмате. То есть байер, который… И обязательно должно быть чуть по-другому все. Ваш столичный байер – это человек, который живет в столице много лет, который общается с нами, с жителями столицы, и знает, чем мы живем, как мы дышим, да? Вот как вообще… По какому принципу вы отбираете байеров? Потому что это же люди, которые, по сути, влияют на все продажи. Я вам так скажу. Профессии байера вообще в Казахстане нет. Вот у нас же всегда было так, что собственники бизнеса, они были… Они сами собственники, они сами директора, они сами и байеры. Мы все знаем, кто это и что это, да? Но байеров мы сейчас воспитываем сами. Мы из кого-то выращиваем, взращиваем. То есть они сначала были продавцами кто-то там. Кто-то сделал стремительную карьеру, из продавца перешел в отдел баинга. Поэтому это мы и сами воспитываем этих людей. Таких, как таковых, их нет. Такой профессии здесь нет, Казахстане. Я говорю, Майдан, но почему решили открыть в Алматы именно сакс? Не Херетс, не Лафаэт. Можно было просто назвать Вилет. А тот момент, когда мы это решали, мы были не готовы открывать просто Вилет. Вилет тогда занимался только ювелирным направлением. Мы представляем такие бренды, как Cartier, Van Cleef. И как-то мы сидели втроем и думаем, что делать дальше для развития. Это Андрей Копытин, Диляра Айдарбекова. Кстати, вот когда про друзей спрашивали, это вот моя, а тоже одни из моих лучших друзей, Диляра с Арманом, которые мне, знаете, познакомили с замечательными людьми в Казахстане. Вот, так вот, мы втроем сидим и думаем, куда нам двигаться. Вот, все, вроде бы бутики открыли. Кстати, мы самые первые, которые первым открыли вообще монобутики, понятия в Казахстане и написали письма втроем. Думаем, давайте, может быть, фэшн, но фэшн на тот момент очень сильные уже игроки были на рынке. И подумали, что почему бы нам не открыть в Казахстане department store. Вот, типа, как Lafayette, как вы сказали, Haratz. И знаете, мы написали письмо и отправили. Всем Haratz, Lafayette, Salesforce, куда мы только не отправляли, и Saks в том числе. Буквально два дня проходит, Saks отвечает нам, что им интересно, они бы нас посмотрели и так далее, и так далее. И ровно с этого момента у нас началась переписка, они нас два года изучали, потом мы еще что-то думали о брендах, ассортиментах и так далее, и так далее. Все это вместе заняло где-то около пяти лет, не поверите, прям пять лет. И в 12-м году в октябре мы открыли департаментство Saks Fies Avenue. Ну, конечно, это мы были единственные на всем пространстве СНГ, помимо ЦУМа, да, ЦУМ, мы, ну и все, больше департаментство не было. Но это было очень амбициозно. Очень амбициозно, мы, тем более мы были новички, и мы не понимали на тот момент, что такое фэшн, что такое продавать парфюмерию и так далее, и так далее. Ну, все, мы научились. Мне кажется, что вот это вот наша, знаете, казахская, наверное, фирменная черта, такая, знаете, здоровая, здоровая амбиции, захотели открыть Saks. Мы его никогда бы не открыли бы, если бы мы не изучали бы. Понятное дело, что как вот только они откликнулись, мы же удивились, я же говорю, это два дня было. С этого момента мы, понятное дело, изучали абсолютно все, что за бренды, что нам интересно, что нам неинтересно. Потом, когда они решили, что все, мы готовы и будем, только потом мы допустили к тому, чтобы вести переговоры с брендами. Лондон или Париж? Вы этот вопрос задаете к чему? Ну, какой город вы выбираете? А вы жить? Нет, просто без контекста вообще. Лондон или Париж? Наверное, Лондон. Париж или Милан? Париж. Париж. То есть все-таки индустрия моды для вас это Париж? Ну, наверное, знаете почему? Потому что все-таки вот итальянская мода и французские бренды, да? Что это такое? Какая между ними разница? То, что итальянцы, они во основном шьют одежду при депорте. Ну да, понятно, что у них есть уже высокое искусство и так далее, и так далее. Но прерогатива, ход кутюра, да, это только Париж. И все туда собираются на эту неделю. И там они устраивают такие шоу, которые стоят, во-первых, ну, они не то чтобы стоят, а они зрелищно все делают. Режиссера, театральная постановка, все это интересно. Притом ход кутюр, это платье же, знаете же, да, какие цены там у них от 20 и выше идут, потому что у них ручная работа. От 20 тысяч долларов. Да, да, да. А при депорте это то, что ты можешь завтра купить. Например, я, мне, вот я больше по комфорту для меня при депорте. Я вот постоянно покупаю практически при депорте. А есть сторонницы, которые любят только одеваться от высокой моды. Ну, это уже ручная работа. Иногда ты, бывает, ждешь по полгода это платье или там этот костюм, там, или еще что-то. Вот чем отличается Италия от Парижа, или, скажем, Милан от Парижа. Но диктует моду все-таки больше Америка, да, сейчас? Ну, как диктует? Нет, в любом случае все от Европы исходит. Но мне так кажется, что трансвейтеры почему-то молодежь, вот я не буду говорить о какой-то молодежи, я говорю о казахстанской молодежи, они больше ориентируются на американские знаменитости. А вообще эти же американские знаменитости одевают те же самые европейские бренды. А можно задать вопрос, такой, может быть, больше, я не знаю, коммерческий, да? Вот Баленсиага, например, вот это худи, ну, условно, оно стоит там 300-400 тысяч семье, да? А сколько процентов вы зарабатываете? Нашу маржу хотите узнать? Да, хотим узнать вашу маржу. Ну, на самом деле процентов, не то, что мы, у нас на самом деле, вот если чистую прибыль смотреть, как и все, наверное, компании, 5-6% чистой прибыли вообще вся компания зарабатывает от продажи всего товара. Всего 5-6%? Конечно, конечно, мы не работаем, потому что у нас достаточно много, мы налоги платим, у нас достаточно высокие расходы идут. Но это было достаточно, чтобы вы хорошо зарабатывали? Это для того, это, чтобы зарабатывать, чисто доход 5-6%? Хотелось бы больше. Если бы у нас расходы бы как-то пошло бы на то, чтобы люди арендной ставки не делали бы в долларовой расценке, например. Мы же живем в тенговой стране, почему бы в тенге все не сделать, как в России, только все в рублях, да? Вас тоже возмущает дорогая аренда? Она не то, чтобы дорогая или недорогая, курсовая. Привязка к доллару, да? Привязка к доллару, потому что у нас, например, парфюмерия и косметика, она не привязана к доллару. Это все тенговые цены. Нам поставщик выставляет все в тенге, хотя это большие конгломераты LVMH, там, Шанели и так далее, да? Но аренда, она пляшет. И поэтому, соответственно, арендная ставка, она то 6% занимает, допустим, я говорю, то там вообще за 20% уходит. Поэтому есть некоторые возмущения по этому поводу. Я говорю, Майдана, а как вы объясните, что вот условно, например, сегодня, да, скажем, ну вот возьмем этот бомбер от Versace, вот сегодня он там условно стоит 500 тысяч тенге, да? А через год там в Outlet ты можешь найти за 50 тысяч. Вот как объяснить, что на 90% цена просто падает? Это объяснять очень просто. Это не потому, что бренд потерялся или еще что-нибудь. Просто, во-первых, оно, ну, как вы до этого сказали, что фэшн тоже, оно подлежит, скажем так... Какому-то хайпу. Да, одновременно сегодня модно и не модно, это не факт. Сезонность имеет тоже значение в моде, ой, в фэшн-бизнесе. Поэтому, когда это не этого сезона, а люди прочитывают, что оно не этого сезона, понятно, оно подлежит уже не утилизации, а, скажем так, удешевлению или передаче его Outlet. А на самом деле компании, то, что передают Outlet, это все убытки. Убытки? Конечно. То есть это получается... Наверное, все думают, что ой-ой-ой, какая у них высокая маржа, раз они себе позволяют. Ну, все так думают, да. Ну, нет, конечно. Я говорю, Майдана, вы 20 лет в этом бизнесе, да, в фэшн-индустрии, вообще в люксовом сегменте. Кто создает моду? Улица, дизайнеры, вы, байеры, да, кто создает эту моду? Мода не будет модой, если ее не носят на улице. Это, так сказать, сказала Кока Шанель. На самом деле она права. Почему? Потому что... В чем она права? Я имею в виду, что тренд кто-то создает. Вот если бы, например, не были бы какие-то компании, которые это делают, то мы бы видели бы сейчас хаос, потому что каждый бренд придумал бы сам по себе что-то. Например, производители ткани, они бы тоже что-то там думали бы сами про себя, да, и был бы хаос, и мы не понимали бы, что к чему. Но благодаря вот этому, наверное, многолетнему какому-то опыту модной индустрии, есть компании, которые работают на то, чтобы изучать тренды. Они в течение двух лет собирают, вплоть до того, какие спектакли смотрят, архитектуры и так далее, и так далее, и так далее. И они что-то делают для того, чтобы анализируют все это и продают это большим агломератам, как, например, Керинг Групп, там, там, Луи Виттон, которые на основании этого анализа делают уже какие-то трендовые вещи на будущий сезон, как я уже вам сказала, сезон-то задается за год. Поэтому все это делается ранее. То есть они аналитики, это еще двухлетнюю аналитику делают. Айгуль Майдановна, вы человек, который строил весь этот большой бизнес, вот Вилет без Айгуля Миржановой, может существовать? Тоже такой вопрос. Ну, я думаю, что да. Ну, во-первых, я не строю компанию на своей личности. Наоборот, я строю всю команду на командности, на работе и на прописанных бизнес-процессах. То есть любой зашедший человек, вне зависимости, я буду ли я, или еще какой-нибудь специалист, еще кто-нибудь, они должны прийти и понимать, зачем они сюда пришли, что они должны делать на этом рабочем месте. Поэтому я могу же уходить в отпуска же, значит, компания может без меня работать, я могу приболеть, компания может тоже без меня работать. Поэтому я выстраиваю все так, чтобы команда работала, компания, чтобы работала и без, относительно того, стоит ли человек на этом месте, или в данный момент по каким-то либо причинам он отсутствует. Сакс стал флагманом, да, Алматы, он стал центром притяжения для центрально-азиатского региона. Я вот помню, когда открывали три дня вот эти безвизовый режим для Китая, для Индии, здесь было очень много индийцев, да, которые приезжали на шоппинг. То есть это стало такое меккое для всех модников со всего Казахстана, да, чтобы не говорили, кризис не кризис, но Гуччи хотят все, Луи Виттон сумочку хотят все. Вообще бренды, Луи Виттон, например, долго приходилось уговаривать приехать к нам, продавать свои знаменитые сумки в Казахстане? Ну, во-первых, Луи Виттон это тот бренд, который приходит сам во многие страны для политика, они абсолютно без партнеров в любой стране мира. Луи Виттон тоже смотрели на нас, как с Носакс, придем мы или не придем, Весентай. Вот мы подписали контракт, через месяц Луи Виттон тоже подписал контракт с Весентаймолом, что они тоже придут на это место. Луи Виттон не к вам относится, да, получается? Нет, нет. Ну, Гуччи к вам относится? Гуччи к нам относится, Брунелла и Силоран. Получается, Луи Виттон сам пришел? Луи Виттон сам пришел, Диор сами пришли, Прадо сами пришли. А вы с кем вели переговоры? С кем было сложнее всего? Сложнее всего это было, конечно же, Гуччи, Дольче, тот же, например, там ранее у нас был Ральф Лорен, стоял в бутике. Почему? Потому что, во-первых, с ними долго обсуждали место, каждый хотел это место, например, вместо Гуччи хотел Дольче тоже стать. Чтобы Дольче не обиделись, мы, конечно же, тысячи придумывали эмоции, предложения, письма сочиняли, что вот это место тоже хорошее и так далее, и так далее. Ну вот, выстраивать матрицу было очень сложно. Даже вот, чтобы прийти без бутика, как Селин, на тот момент у нас еще там были пару брендов, Дживанши, например, Баленсиага, да, все хотят бутики, но мы не можем открывать всем бутики. Поэтому их нужно было тоже уговаривать пройти в женский департамент на второй этаж, что тоже для них очень принципиально, чтобы они так, как так, мы на втором этаже и так далее, и так далее. Ну, в общем, переговоры, поэтому у нас и сильно затянулись. И вот эту матрицу, мы вот долго-долго к нему шли. Казахстанские корнеры будут появляться в САКСе? Нет, они у нас и были. Никогда нет такого, чтобы мы им отказывали. Но все дело в том, что это тоже сейчас, по-моему, та индустрия, которая начинает развиваться в Казахстане, потому что вот мы за долгосрочные партнерские отношения. Мы всегда должны понимать, что сегодня Селим и завтра будет Селинин. Ну, например, казахстанский, например, сегодня САКЕН и завтра должен быть САКЕНом, да. А когда-то мы... А есть опыт у нас, что сегодня они хорошо выставлены, хорошая у них коллекция, завтра почему-то у них вдруг не оказывается коллекции там. Ну, вот у них еще... То есть должна быть системность, да? Системность должна быть. Как у всех брендов. Как у всех брендов. Вы за что любите модные дома? За то, что у них все четко работает? Абсолютно. Каждая сидит на своем месте, дизайнеры делаются, занимаются своим местом, своей работой, логистика своей работой и, конечно же, у них там целые проектные компании, проектные дизайнерские бюро. И здесь тоже можно будет нашим тоже девочкам или мальчикам все есть для того, чтобы они пришли к нами, продавались. Но только просто нужна системность, организованность. То есть такая же, как у больших модных домов. Я слышала, что модные дома во время пандемии стали более гибче, да, то есть они стали более мягче по условиям, да. То есть я слышала, что раньше, например, там вот вас, байеров, заставляли, да, там на определенную сумму покупать. Даже если вы не хотите условно там добирать какие-то вещи, вам все равно говорили, слушайте, давайте добирайте. Вот действительно ли пандемия, скажем, карантин, коронавирус повлиял на модные дома, и они стали вот мягче, да, по отношению к вам? Наверное, краткосрочный период. То есть во время, когда весь мир был на локдауне, да, они были гибче, мы отменили многие заказы, и они это понимали тоже, они шли на это все. В этом году они тоже вернулись, а не обратно. А обсуждения стали еще более агрессивными. Почему? Потому что они тоже хотят заполнить ту часть, которую они тоже потеряли. Это как круговорот. Они-то потеряли, наверное, очень много, потому что, во-первых, нет туристов, а 30% выручки в Европе – это туристы. А что вы скажете по поводу того, я не знаю, это миф или правда, что есть модные бренды известные, которые сжигают свой неликвидный товар? Ну, по-моему, это было же, да, с Бербери, потом скандал подняли. Почему сжигают? Можно же было это передать, например, третьим-третьим странам, которым одежда очень нужна. И я, например, тоже против этого. Лучше передавать кому-то. Вы свою одежду, которую… Мы не сжигаем. Игорь Майдановна, а как вы относитесь к вторичному потреблению? Сейчас вот очень модно, да, говорят, наступила эпоха осознанного потребления, что не обязательно там гнаться за последними трендами, а можно взять там в комиссионке платье от Шанель. Но оно носилось уже кем-то. Не, ну, во-первых, ну, я-то отношусь нормально к этому, что я когда этого говорила, что человек, ему нужда, не нужда, а как-то хочется быть сопричастны, да, к чему-то. Поэтому если у тебя не позволяют доходы брать первичные, скажем так, да, изделия, ну, вполне нормально, что ты придешь и купишь что-то, да. Главное, чтобы человек понимал, что он носит от Шанель или от Гуччи внутреннее свое состояние. Например, я когда была в молодости, я же тоже покупала когда-то, я же не всегда же здесь работала, да. Для меня было очень важно, чтобы это была не подделка. Я готова была платить, я не готова была тогда покупать какие-то бренды, да, но я понимала, что этот бренд, это прям этот бренд. У вас не было в ювелирке никогда таких случаев, когда там приносят браслет, условно, там, кортье, почините, а выясняете, что он фейк? Ой, у нас было очень много таких случаев. Расскажу про один случай, когда принесли часы, они достаточно дорогие. Мы, естественно, дорогие турбионы не можем сами ремонтировать, это прерогативы только самого бренда. Мы отправили, а оказалось, что оно не фейк, а 10-летней давности. Например, он купил их условно за, ну, условно, там, я не знаю, там, за 20 миллионов, а по сути, оказывается, это стоит всего лишь-то там меньших денег. Вот. И были страшные разбирательства с этим человеком, он пытался доказать, а потом у него были разбирательства именно с теми людьми, которые ему это продали. Это все относится опять к серым дилерам. Они просто взяли, почистили часы, ремешок поменяли и выдали их как новые. А в часах идут нумерации, и в изделии, кстати, тоже идут нумерации, можно всегда понять, они новые или не новые. А какие у вас взаимоотношения с пионерами фэшн-ритейла, вот с теми, кто продавал весь этот люкс до вас, до прихода САКСа? Сначала они были болезненные, им надо было тоже привыкнуть к тому, что все-таки какой-то тоже игрок заходит. Сейчас, в принципе, дружественные у нас отношения, но тем не менее мы работаем на своем поле, они работают в своем поле. И есть, например, некоторые бренды, которые у них есть, а мы тоже хотим, и не только мы хотим, а еще САКС настаивает на каких-то брендах, и в основную роль они тоже играют в этом сильно очень. Мы работаем над тем, что этот бренд оказался именно у нас, в нашей компании. Например, Валентина. Почему мы можем, как мы можем сделать так, чтобы бренд этот работал с нами, а не с другими, да? Только предоставляя лучшие условия. А лучшие условия для бренда – это лучшая представленность его. А он где лучше может представлен быть? Только в моно-бутиках, или же, например, в компании, где есть, скажем так, ну, я-то все, наша компания такое считает, более системной, организованной, выстроенная по какому-то принципу, а Департмент 100 и под именем САКС многие бренды хотят продаваться именно здесь, на этой площадке. Сейчас вот, кстати, очень популярны в Казахстане инстаграм-байеры, да? То есть ты можешь сфотографировать любую обувь, джинсы, кофточку скинуть этому байеру, и он тебе привезет дешевле даже, чем у вас. Вот как вы относитесь к этим серым байерам? Вы знаете, на самом деле борьба с серыми байерами, они, будучи там в ювелирном тоже бизнесе, очень много тоже было серых дилеров, которые продавали ювелирку, большая, она не может идти хаотично, ее нужно вести. Я не могу ее вести как компания. С ними, такими, как вот они, да, по-хорошему должны бороться государство. Приведу пример. У меня живет родственники в Нидерландах, да, мы, я просто передала посылку, отправили вещей. Так вот, чтобы она эту посылку получила, она множество документов собрала. Доказательство того, что все-таки это ношенные вещи, а не новые вещи. А если новые, так доказать происхождение этих вещей, так вот, там государство защищает таких, как мы, компании, которые платят налоги большие для государства. Мы абсолютно выдерживаем все государственные законы, которые они только вносят ежедневно, ежедневно, ежечасно. И такое ощущение, что все законы, которые вводятся у нас, они как будто вводятся именно для таких, как мы. То есть зачем нас какие-то рамки загонять, когда лучше научитесь бороться с теми, кто не платит эти налоги. И вот, к сожалению большому, в Казахстане все больше и больше появляется вот серых байеров, которые не платят ни налоги, ничего абсолютно не делают. У них нету никаких расходов, никаких издержек, но они процветают. На вас, кстати, обижаются, знаете, мелкие ритейлеры, говорят, что привозим новые имена, новые бренды, потом Сакс у нас забирает. То есть если вы видите какой-то интересный бренд, новый дизайнер появился, то есть вы можете просто взять и напрямую, вы все-таки Сакс, вы такой, знаете, гигант, которые, конечно, к вам придут. То есть как вы находите новые интересные бренды, новые марки? Ну у нас для этого же существует коммерческий отдел, отдел байеров, коммерческий директор. И они, конечно же, тоже, опять-таки, следят за трендами. И есть вот, когда хотим какой-то бренд новый, я вам так скажу, сразу он все равно никогда никому не приходит. Любой, мелкий будет или большой он будет, потому что у него уже есть предзаказы какие-то, да. Поэтому когда мы хотим кого-то, а он у кого-то есть, значит мы его можем получить только через полгода, потому что он уже там заказ сделал. Поэтому мы полгода-то, они могут спокойно продаваться. Но вы всегда в поисках? Мы всегда в поисках. Долгосрочные отношения у нас складываются с какими-то конгломератами, с такими базовыми, скажем так, модными брендами, классическими, скажу так, я неправильно сказала, базовыми, классическими брендами. А остальные бренды, вот как вы сказали, маленькие или большие, это небольшие, они сегодня модны, завтра не модны. И вот мы все время за этим течением следим. И постоянно, конечно, у нас есть пул, допускаемый процент в товарообороте нашем, в закупках, те бренды, которые модны, и мы их должны обязательно, должно быть их присутствует в САКСе. Ну вот если вы увидели какой-то интересный бренд. А то вы все время про САКС говорите, у нас есть еще Талант. Талант, кстати, я очень люблю. Но вот если вы увидели какой-то интересный бренд, и вы видите, что он успешно тут продается в каком-то небольшом бутике, вы такие, так, забираем. Ну точно в большом, мы не смотрим, в каком оно бутике было, мы смотрим сначала на печать, мы смотрим на то, что одевают транссеттеры, да, везде, по всему миру. И только когда мы понимаем, мы понимаем, потом уже начинаем изучать, и смотрим, продается это в Казахстане или нет. В последующем уже кто продает, и если кто продает, там уже, соответственно, трудно или нетрудно нам будет забрать этот бренд. А также, какие они у нас могут забрать. Есть, например, некоторые бренды у других, например, это уже Лили Рах, у Пре-де-Порте в Астане, есть бренды, которые, безусловно, работают только с ними, потому что исторически у них уже есть история с ними. Айгуль Майдана, спасибо большое, очень много полезной информации, я думаю, наши зрители окунулись просто в мир фэшн, почерпнули для себя очень много новой информации, которая пригодится им в бизнесе. Спасибо большое, и увидимся через неделю. Спасибо вам большое, Этир Динара.